Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию? Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию? 8 часов РИА Новости, Сергей Пивоваров, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». РИА Новости, Сергей Пивоваров, Москва, 11 июл РИА Новости, Николай Протопопов. Угрозы санкциями, возможный разрыв контракта на продажу истребителей F-35 и обещание осложнить жизнь Вашингтон всеми силами мешает Анкоре приобрести зенитные ракетные системы С-400. Тем не менее российско-турецкое соглашение планомерно выполняется. Первый комплекс заказчик получит уже на этой неделе. О том, что больше всего не устраивает в этом США, в материале РИА Новости. 4 дивизиона О поставках зенитных ракетных системы С-400 «Триумф» Россия и Турция договорились еще летом 2017-го. В декабре сообщили подробности. Турция покупает 4 дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Причем более половины этих средств Москва выделит в качестве кредита. Это вызвало ажиотаж в мировых СМИ. Впервые страна Североатлантического альянса приобретает российские системы противовоздушной обороны. Не заставила себя ждать реакции Вашингтона. Одна из причин недовольства то, что Анкара предпочла российскую технику комплексом «Патриот», которые турецкой армии сватали американские оборонщики. В Конгрессе решили надавить на Анкару и заявили, что в таком случае приостановят поставки истребителей пятого поколения «Ф-35». В проекте оборонного бюджета США на 2020-й уже содержится запрет на передачу этих самолетов. РИА Новости, Алексей Куденко. Зенитные ракетные комплексы С-400. «Американцы могут и немного лукавить», — отметил в беседе с РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Интерес к С-3М-стам, С-400 очень высок во всем мире. США тоже не отказались бы получить через члена НАТО эту систему ПВО, как следует ее посмотреть и изучить. Однако экспортный вариант сильно отличается от того, чем пользуется российская армия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что контракт на поставку С-400 подразумевает нераскрытие Анкары определенной информации и Москва доверяет турецким партнерам закрыть небо. Кроме того, в НАТО считают, что одновременная эксплуатация С-400 и истребителей «Ф-35» позволит исследовать возможности самолета, а Вашингтон, естественно, этого не хочет. Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков объяснил опасения американцев именно тем, что Турция, с одной стороны, покупает истребители «Ф-35» как член НАТО, с другой получает комплекс АС-400, предназначенный для борьбы с этими самолетами. «Ф-35» США позиционируют истребитель-бомбардировщик «Ф-35» как один из самых совершенных видов вооружения, способный уничтожать системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, сказал Судаков Рия Новости. Но по большому счету свидетельств этому нет. Американцы очень боятся, что благодаря российским комплексам Турция создаст уникальную систему, которая преодолеет инновации, заложенные в «Ф-35». То есть в случае гипотетического конфликта Турции и НАТО американские самолеты абсолютно утратят эффективность. Эксперт добавил, что хотя Турция состоит в НАТО с 1953-го, страна так и не интегрировалась в западный мир. Это крупное государство с имперскими амбициями, которое может повести себя довольно агрессивно, если его загонят в угол, говорит Судаков. Эрдоган сделал все, чтобы обезопасить себя. Покупая у России С-400, он формирует стратегию национальной безопасности на десятилетия вперед. Вашингтон прекрасно понимает, что невозможно надавить на страну, ощетинившуюся такими системами ПВО. Ведь у американцев очень простая стратегия, если не договорились, мы используем силу. Рия Новости, Илья Петалев. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на саммите группы 20 в Асаке. 28 июня 2019 года. Фактор сдерживания. Как бы то ни было, подготовка к отправке системы С-400 в Турцию идет в штатном режиме. Выбрать место базирования Таип Эрдоган поручил Минобороны и Генштабу. Вице-президент турецкой группы при парламентской ассамблее НАТО Ахмед Берат Чонкар в интервью газете «Известия» не исключил, что системы дислоцируют на границе Турции и Сирии. «Вокруг нас одни горячие точки – Ирак, Иран, Сирия, Кипр, весь наш регион как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где Северный Кипр и Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи», – сказал он. Известно, что следующий крупный покупатель С-400 Индия. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия надеется получить отделе аванс за С-400 до конца текущего года. Поставки в Индию могут начаться в 2020-м и завершиться к 2025-му. РИА Новости, Руслан Кривыбак Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск в Кор-России. Это означает, что в целом вся геополитическая карта мира перекраивается, полагает Судаков. В Кор не меняется сама стратегия ведения войны, пересматривается концепция так называемой американской исключительности. И Турция выступила катализатором этого процесса. Одна из ярких иллюстраций мощного фактора сдерживания и эффективного применения российских систем ПВО за рубежом размещения ЗРС в Сирии. Сирийская армия получила несколько установок прошлого поколения, ЗРС С-300В-4, после инцидента с самолетом-разведчиком Ил-20 в сентябре прошлого года. Интенсивность полетов авиации коалиции во главе с США над территорией Арабской республики сразу же резко снизилась. Это касается и израильских самолетов, до этого безнаказанно летавших над Сирией. Потенциальный покупатель российских систем ПВО Иран. Пока заявка не поступала, но в ФСВТС России подчеркнули, что Москва открыта к переговорам по триумфам. Ну а первым зарубежным покупателем С-400 стал Китай, чья армия уже несколько лет успешно эксплуатирует российские системы ПВО. 15 сентября 2017 года. 27 хозяин неба. Тайны С-400 не улетят в НАТО, несмотря на сделку с Турцией.